здравствуйте дорогие друзья в эфире передача родители в этой студии мы отвечаем на все волнующие вас вопросы относительно воспитания детей тема сегодняшней передачи ваш ребенок идет в детский сад добрый день друзья позвольте представить вам наших гостей сегодня в студии это елена владимировна директор сухумского дома юношества и камана чкебе мама маленькой ялсы который три годика и она тоже готовится пойти в детский сад добрый день добрый день добрый день елена владимир первый вопрос к вам есть такое понятие в детской психологии как кризис трех лет говорят что это связано с тем что ребенок начинает осознавать себя как отдельный единицу и это такая некая взрослость его первая первая его протестность и очень многие родители сталкиваются с этой ситуации есть еще мнение что это происходит в тех семьях в которых допустим ребенку уделяют мало внимания или возможно мамы хотят больше контролировать ребенка и не могут принять тот факт что он взрослеет вот нам бы хотелось услышать ваше профессиональное мнение что вы можете посоветовать мамам у которых дети сейчас в этом возрасте которые с интересом прильнули к экранам телевизоров и ждут каких-то от вас советов и полезной информации ну спасибо мне приятно что меня пригласили спасибо большое но меня извиняет данном случае в то что именно что меня пригласили как эксперта извиняет мой возраст наверное потому что я вот оказалась бабушкой внука которому три года и это все эта проблематика мне тоже очень интересно но сегодня в студии все у меня и ребенка три у камы у вас интересно мы сейчас все сразу скажу да вы уже многие вещи произнесли честно говоря базовые очень внятные очень внятные ну так тезисно да а я немножечко раскрою скобки наверное да на протяжении детской жизни встречаются кризиса их целых три и конечно сложность вот этого его ситуации в которую попадает ребенок и взрослые вместе с ним зависит от того как семья с этим справляется как она что она знает про эти кризисы вообще как она взаимодействует с ребенком все это очень важно но неверно было бы рассуждать что вот кризисы случаются только в семьях где не очень хорошие детско-родительские отношения кризис это для всех детей наверное для всех семей просто одних он протекает действительно мягко а в других семьях он очень внятно очень бурно очень ярко выражает себя поэтому вот давайте просто попробуем разобраться что это за кризис такой трех лет ну наверное не знаю у меня пока еще этот момент не наступил с моим внуком ну да действительно бывает такая ситуация когда ты ребенка как бы не узнаешь своего трехлетку когда он вдруг начинает бунтовать то есть такой покладистый такой доброжелательный такой хороший послушный ребенок вдруг превращается в маленького монстрика и начинает начинает воевать воевать со всеми со взрослыми он перестает выполнять какие-то ваши требования он перестает слушаться он выдергивает руку из вашей руки он куда-то бежит он куда-то несется то есть все это случается примерно вот в этом возрасте как раз возрасте когда ребенок собирается в детский сад вот и воспитатели очевидно конечно знают о том что они получают детей как как раз вот в этот период вот в этот сложный период но что делать в семье например с таким ребенком который вдруг меняет свое поведение который вдруг становятся таким независимым а мы привыкли к тому что он такой мягкий такой послушный такой хорошую что делать ну наверное все таки во-первых понимать что с ним происходит а что с ним происходит с ним происходят такие важные вещи как вот вы сказали первое взрослых до этот период а что такое взрослый чик взрослый чик который отвечает за свои поступки, или, по крайней мере, анализирует свои поступки. Ребенок, который вот в три года, у него прорезалась личность, и он начинает понимать, что да, есть, оказывается, ситуации, где он сам может что-то решить. Есть такие игры, где он сам может играть, и совсем ему не нужны взрослые, или даже другие дети, он один это может делать. Есть ситуации, когда он может сказать нет, в конце концов. Поэтому, наверное, в этом именно возрасте чаще всего слышишь нет. Нет, нет. И я сам, да? Да, или я сам, да. Вот тут тоже надо бы, конечно, разобраться, в чем смысл у такого детского негативизма, когда вы на все получаете нет. То есть то, что он раньше делал с удовольствием, он вдруг не принимает, и начинает бунтовать, и начинает отрицать это все. Вот с этим-то что делать? Вот тут надо немножечко различать. Вот простой, обычный детский негативизм и непослушание. Это разные вещи все-таки. Негативизм – это когда он вопреки своему желанию что-то делает. То есть может ему хочется играть, а он скажет, что я не буду. А все-таки у него, да, или он не идет спать, хотя он умирает, он очень хочет спать. Но он не пойдет, потому что вы ему сказали. То есть вот такой негативизм, конечно, никакое сравнение не идет с непослушанием. Непослушание – это уже когда и желания этого нет. Он не слушается, потому что у него и желание не спать, не там что-то делать, как вы хотите. У него этого тоже нет. Поэтому он начинает бунтовать, он начинает протестовать, он начинает там как-то проявлять свои личные особенности. И вот мы получаем то, что, собственно, называется кризисом. Вот. Ну, из кризиса… Кризис, он иногда, еще раз повторяю, он такой смазанный бывает, что вообще не поймешь вообще, вы в кризисе или нет. И очень хорошо, если он так протекает, ну, ради бога. Но бурный кризис – это тоже не страшно. Это тоже не страшно. Это как раз симптом того, что растет личность, яркая, возможно, никем, ничем не подавляемая. Это тоже очень хорошо. Поэтому, если уже вы попали в этот самый кризис, ну, я должна сказать, что, в принципе, все, наверное, проходят через этот этап. Ну, некоторым правилам следует… Придерживаться каких-то? Следовать, придерживаться некоторых правил. Например, если ребенок на все говорит нет, просто поиграйте с ним в какую-то игру, когда вы будете там на что-то отвечать. Нет. То есть вот такие доверительные отношения ваши с ребенком, мягкость, уступчивость ваша, ну, понятно, до определенного предела, до здравых каких-то совершенно ситуаций, чтобы вы действительно не пошли у него на поводу. Ну, надо мягко возражать, твердо, но не агрессивно требовать. То есть вот агрессия здесь исключается во всех проявлениях. То есть нельзя говорить, ну, будешь делать так, потому что я сказал. Многие родители авторитарные именно так себя и ведут. То есть когда они получают вот такого ребенка, да, вот такого, который не слушается там, не выполняет его каких-то требований, а что делать? Ну, первое, зажать его как следует, где-то шлепнуть, где-то там еще куда-то, да? У меня сложилось ощущение, извините, вот я перебью, наверное, что, в принципе, если мы проинформированы, и что мы понимаем, что это сейчас происходит, то есть это вот принятие со стороны взрослых, что это временно, и что сейчас действительно лучше не вступать в конфронтацию, не обострять этот процесс, это просто принять, успокоиться и понять, что это временно, и оно пройдет, и трансформируется, да? Да, обязательно трансформировать, вот агрессивные, допустим, бывают агрессивные проявления у ребенка вот этого всего. Вот эту агрессию желательно, конечно, снимать. Как? Но это, конечно, может делать взрослые. Да. Шутить, переключать внимание и так далее. Не делать так, чтобы вот эти реакции, негативные реакции, агрессивные такие, да, вот, чтобы они вообще остались у ребенка, чтобы они не оставались, да, вот в палитре каких-то красок, которым инструментарий, которым пользуется ребенок, чтобы этого не было, конечно, важно не застревать вот в этих агрессивных, так сказать, таких-то его эмоциях. Кама, может, ты приведешь нам какой-нибудь пример из своей жизни, и вот Елена Владимировна озвучила уход ко сну. Вот, мне кажется, это такая болезненная тема для всех, как, когда ребенок перед сном, у него резко возникает желание попить, поесть, поиграть, что угодно. Это делать шутки. Может быть, да, какие-то у вас свои истории, более яркие, которые будут в проявлении. Я думаю, что у нас все стандартно, это мы начинаем искать игрушку любимую, мы должны ее тоже ложить, нам нужен стакан воды, хотя мы воды не любим. Это какой-то ритуал. Именно определенный стакан, да. Это повторяется каждый вечер, и как-то сопротивляться этому уже я не вижу смысла. Мы повторяем это каждый вечер, мы каждый вечер ищем нашу игрушку, наш стакан воды, и после всего этого мы уже ложимся спокойно и как бы засыпаем. И вот эти мгновения же очень важны вообще для ребенка. Это правда очень важно, как вы отправляетесь спать. От этого зависит психическое здоровье ребенка. Ну, это действительно очень важно. Ну, я тоже себя успокаиваю. Я понимаю, что мне тоже бывает тяжело, я хочу, у меня какие-то свои заботы, я хочу себе уделить время, что-то сделать. И я себя успокаиваю тем, что это не будет всегда так. Это вот сейчас, вот сейчас... Вот это очень важно. Да, вот сейчас, месяц, два, три, год, полгода, потом она вырастет, и она не будет уже во мне нуждаться. Более того... И поэтому я себя успокаиваю. Все правильно. Вы делаете все правильно. Более того, вы так будете скучать по этим мгновениям. Дорожить вот этими именно мгновениями, когда вот они требуют такого внимания к себе и так далее. Это все очень быстро проходит. Елена Владимировна, пожалуй, каждая семья, в которой есть маленький ребенок, в какой-то момент сталкивается с выбором, идти в детский сад или нет. Вот нам с Камой, мы сейчас тоже на пороге этого, принятия этого решения, нам интересно ваше мнение о том, необходим ли ребенку детский сад. Что там есть того, чего нет дома. Нужно ли отправлять детей в детский сад. И вот, пожалуй, хотелось бы, чтобы вы раскрыли этот вопрос детского сада. Ну, я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос. В семье нет, конечно, того, что мы называем социализацией. Вот, большого количества детей, с которым ваш ребенок должен выстраивать отношения. Это понятно. Ну, это дело каждой семьи. На самом деле, никто не обязывает сейчас отправлять детей в детский сад. Хотя я слышала, что в некоторых странах существуют даже законодательные какие-то документы, по которым ребенок обязан в определенном возрасте отправиться в так называемую школу или сад, начиная еще раньше, даже еще раньше, с двух лет. В некоторых странах, во всех странах по-разному. Ну, почему это делается? Видимо, вот именно потому, что, во-первых, родители отправляются на работу после определенного возраста, который достигает ребенок. А, во-вторых, ну, это более ранняя социализация, когда ребенок действительно привыкает к детскому коллективу. Ну, хорошо, если у вас в семье там есть еще дети, но все равно. Это отношения, выстроенные внутри семьи. А вот с чужими детьми как он находит общий язык, как он взаимодействует с ними, как он учится выстраивать эти отношения, комфортно ему или некомфортно, насколько он эффективен в общении, ваш ребенок. Все эти вопросы, конечно, возникают именно вот как раз, когда он отправляется в детский сад. И да, иногда детям не очень хорошо, потому что они там... Во-первых, непривычная среда, непривычная ситуация. Многие дети плачут, когда они отрываются от мам. Они не хотят идти в сад, но потом потихонечку привыкают. И когда у них появляются... То есть им гораздо легче, когда у них появляются там какие-то друзья. Связи. Ну, это очень здорово, когда эти связи появляются. Потому что вы прекрасно знаете, вот, наверное, и у вас есть друзья с детского сада в жизни. Они такие очень самые старые, обычно самые верные друзья, если вы их сохранили, да, этих друзей. Елена Владимировна, ну, если принятие решения о том, идти в детский сад или нет, это, в принципе, такая индивидуальная с семьёй решаемая история, то есть ещё следующий вопрос, который связан тоже с детским садиком. Вот как понять маме, семье, что ребёнок к детскому саду готов? И вообще, может, и не надо об этом задумываться, вот три года, всё, уже пора, ну, не важно. Многие так и поступают. От ребёнка вы никогда не услышите, что он готов. Он ещё не знает, что его ждёт. Да, он вообще не знает, что это такое. От ребёнка не услышать. От соседки. Тестировать бесконечно ребёнка. Конечно, каждая мама, родители и взрослые в этой семье действительно видят, как ребёнок, допустим, общается со сверстниками на улице. Это несложно проследить за этим. Если он контактный, если он легко строит отношения с детьми, вполне уже можно отправляться в сад. У него там тоже будут такие не очень сложные отношения. Но если вы видите, что ребёнку тяжело поработать именно с какой-то эмоцией, с какой-то очень явной такой вот характеристикой вашего ребёнка, которая не очень вписывается в коммуникацию, там, допустим, и так далее, ну, ребёнок нелюдимый, например, да, вот он вообще не собирается ни с кем вступать в контакт. Придётся подождать всё-таки и дома что-то делать в этом направлении, чтобы ему было легче строить отношения. Иногда бывает так, что ребёнку легче строить отношения со взрослыми, со сверстниками сложно. Некоторым сложно и со взрослыми, детям очень сложно строить отношения со взрослыми людьми в детском садике, они долго привыкают к своим воспитателям. Я знаю, да, много случаев, к сожалению, много, когда семья перестаёт водить ребёнка в сад. Да, вот ещё я слышала о таком понятии, я не знаю, правда это или нет, есть такое понятие, что это не детсадовский ребёнок. Вот я слышала такое определение. Ну, такого понятия... Есть вообще, я просто его реально в своей жизни слышала, и не один раз, да, это вообще... Из разряда фантастики. Это не школьный ребёнок, это не вузовский и так далее. Ну, это, конечно, это вот очевидно от какой-то педагогической всё-таки беспомощности. То есть любого по факту можно адаптировать. Мне кажется, да, просто повозиться придётся, поработать, да, конечно, придётся. И семье поработать, и семья получит какие-то рекомендации. И да, здесь надо поработать, наверное, всё-таки. Но такого понятия не существует. С этим сталкиваются практически все. И вот как быть, например, если ребёнок уже в садике, и мы для себя решили, что он уже к этому садику готов. И вот мы пришли. И, допустим, даже прекрасно ходили первую неделю, а потом вдруг оказывается, что он плачет и не хочет там оставаться. Ну, попытайтесь понять, почему. Там же много разных причин. Почему ребёнок, который первую неделю прекрасно ходил в сад, потом вдруг отказывается в него входить? Ну, потом он вдруг понял, что-то есть режим, надо спать, а он этого не хочет. Да, есть режим, надо спать, но там обычно бывают какие-то отношения с редисверстниками не очень комфортные. Вот чаще всего. Либо вообще нет друзей, как говорят обычно дети в этом возрасте. У меня никого нет, меня никто не любит, и я туда не обязан ходить. Да, такое тоже случается, конечно. А как помочь ребёнку вот в этой ситуации? Ты же не можешь заставить других детей с ним? Попытаться поговорить с воспитателем, потому что вы туда не вхожи, вы не можете в детской среде работать с этими детьми. А воспитатель уже должен знать, как говорить с детьми, чтобы они, допустим, не дразнили, или ещё там какие-то... Ну, разные бывают способы, когда ребёнка не принимает какая-то... Вот ты пришёл чуть позже, а ты уже чужой. То есть все вот в один период пришли, там, в сентябре, а вы пришли в ноябре. А у них уже сложился какой-то коллектив. Ведь дети обычно выталкивают ребёнка из своего коллектива. Ну, они там, у них уже там хозяева, у них уже там всё своё, всё знакомое и так далее. Ваш ребёнок пришёл, который вот новенький. Ну и детская среда, она такая жёсткая обычно, да. Тут очень много, конечно, зависит. И от вас, когда вы скажете, ну, вот знаете, ты вот такой, ты же добрый, ты же такой, ты хороший, ты сможешь, ты со всеми найдёшь общий язык там и так далее. Это вот всё уже можно об этом говорить с ребёнком. Всевелить в него веру в себя. И с воспитателем. Вот в одной... Вот просто вместе с воспитателем... Вместе вы должны решать эту проблему. Если и в этой ситуации у вас не получать, лучше ребёнка не терзать, конечно. Вот вообще, конечно, как можно меньше насилия здесь. Здесь совсем не получается. Вот он просто не может... Может, он действительно... Здесь же по-разному развиваются. Может, похоже он сможет это сделать. А если вот этот момент, допустим, привычка ещё не сформировалась, и вот я его оставляю, ребёнка, да, а он плачет. Вот как надо поступать в этой ситуации маме? В детском садике, как правило, воспитатели, они рекомендуют. Уходите, мы разберёмся. Не обращайте внимания. Сами тоже не расстраивайтесь. Вот как быть мамам? Им оставлять, пытаться улизнуть, там, спрятаться или прорабатывать, оставаться там? Что делаем? Здесь очень важно понять. Здесь даже не в ребёнке, наверное, дело, а в вашей готовности это сделать. Родитель тоже должен быть готов отдать ребёнка в сад. Если он внутренне не готов, то он, да, будет сидеть и рядом плакать, наверное, да. Но вот представьте себе, что до садика вы можете гулять с ребёнком где-нибудь и пройти как-то мимо вашего садика, потенциального садика, в который вы собираетесь его отправить. И сказать, а вот в этот садик ты будешь ходить, а там много детей и так далее. Вот такая подготовка тоже очень важна. Мы это редко делаем. Мы даже школу, в которую ребёнок отправляется, даже не показываем ему заранее. А почему бы нет? Это снижает, снижает остроту вот этой нервозности ребёнка, когда он отправляется просто в незнакомое место. Вот просто в незнакомое место. Ему некомфортно там. Поэтому если вы его подготовите, он будет знать этот маршрут, он будет понимать, что там много детей. Возможно, они его ждут. Возможно, не ждут, конечно. Скорее всего, не ждут. Но тем не менее, вы можете сказать, что там много детей, там много игрушек. Какие-то есть вещи соблазнительные, которым можно его привлечь, его внимание к этому садику. Ну, по крайней мере, это тоже будет ваша подготовка к тому, как вот... Ну, это снизит все вот эти вот риски. Это снизит его страхи, да. Это раз. Второе, если вы всё-таки... Вы тоже к этому должны быть готовы. Скорее всего, он будет плакать, конечно. Ну, это да, это неизбежно. Конечно, первый раз вы расстаётесь. Вы три года просто вместе, не разлива, да, 24 часа. А тут вдруг... Надо где-то оставаться вообще с незнакомыми людьми. Конечно, очень здорово, если есть дети, которые вот знакомых, да, которые ходят в этот сад. Наверное, с ними будет через них как-то легче эта адаптация происходит. Но если таких случаев нет. Ну, да. Обычно воспитатели, поскольку они профессионалами должны быть, профи, да, они принимают ребёнка, и они находят там способы, они отвлекают его, они показывают ему игрушки, идут вот в игровую комнату там и так далее, и так далее. Они как-то пытаются вот эту, опять-таки, эту остроту снизить. Если вы чувствуете, что ваш ребёнок совсем не может это делать, вот он не может самостоятельно есть. Обычно вот в три года у ребёнка уже эти навыки есть. или самостоятельно ходить в туалет, да, вот не может ребёнок этого делать. К трём годам сады предпочитают, чтобы все эти навыки сформировались дома. А если нет? Вот если нет, это уже гораздо сложнее. Поэтому вы должны понимать, что если ребёнок как бы не готов по многим параметрам, ну тогда попридержите его чуть-чуть дома. И когда он всё это научится делать, отправляйте его туда. Потому что без социализации тоже будет ему очень сложно. В общем, следующий. Да, там уже в школу будет ещё сложнее. Может быть, это будут какие-то... Если не получается, допустим, в сад. Ну есть же какие-то группы кратковременного пребывания детей. Какие-то секции, какие-то кружки. Повёл на час-полтора. Вернулись. Ещё раз. И так далее. Многие проходят именно через... Вот к нам в Дом юношества приводят таких детей, которые... Мы не смогли пойти в сад. Такие дети есть. Мы не смогли. Но зато они прекрасно выстраивают отношения вот на короткий промежуток времени. Кама. И они не так нервничают. Спасибо, Лена Владимировна. Вот у Камы сейчас дома маленькая Ялса. Кама, расскажи нам, пожалуйста, как ты считаешь, Ялса уже готова? Ты как мама готова или нет? Пойдёте вы в садик? Ну, в моей ситуации, я думаю, что Ялса больше готова, чем я. У него с ней расстаться на целый день. Да, она, в принципе, готова к детскому саду. Ей 2,7. Через несколько месяцев будет полных 3 года. Да, у неё есть определённый интерес. Когда я её оставляю, мы с ней договариваемся, что я там через некоторое время приду, ты остаёшься там с папой, с бабушкой, с тётей. Она спокойно меня отпускает. У нас уже нету такой больных взаиморасставаний. И я думаю, и социализация у неё с детьми её возраста, у неё хорошее общение. Ты в целом за, да, или против? Ты не работаешь, правильно я понимаю? Я нет, я не работаю. То есть у тебя острая необходимость отправить ребёнка в детский сад в данный момент нет? Ну да, можно сказать, что нет. На основании чего, допустим, ты принимаешь тогда решение, вот идти в садик или нет? Ну, если я буду работать, да, если я буду на свою работу, декрет заканчивается тоже в три года, через три года, вот, то, наверное, нам надо будет ходить в сад. Вот. Ну, тогда мы желаем вам удачи, чтобы всё у вас прошло гладко и безболезненно. Потому что человек контактный, как я понимаю, остаётся один, с другими родственниками. Может, какое-то время побыть без вас. Елена Владимировна, ещё вот в контексте садика у меня есть такой вопрос. Вот, допустим, вы пропустили вот эти три года пресловутые, там, мы не отправили ребёнка в три года, он был готов или нет, это уже следующий момент, но вот не в три. Допустим, к четырём. Семья приняла решение, что мы всё-таки хотим отправить ребёнка в сад. Скажите, это хуже? Вот момент уже пропущен, он уже привык к какой-то другой жизни, ему сложнее? Или это не так принципиально? Ему сложнее, да. Ему сложнее, да. Честно говоря, ну, потому что, да, год такой уже другой, осмысленной жизнью, вот этой периода первой взрослости, он уже немножечко другой. Привык быть самостоятельным. Да, и он по-другому, конечно, адаптируется, ему сложнее, мне кажется, ребёнку всё-таки это делать именно в четыре года, в пять ещё сложнее. То есть ещё одна сложность, в чём заключается. У нас сейчас в садах часто нет дифференцированных групп. Они скорее смешанные. Три-четыре-пять, или три-четыре-четыре-пять, или как-то так вот они объединяются. В некоторых маленьких садиках, в общем, от чего это зависит, ну, там множество причин, очевидно. Вот действительно смешанные группы. В смешанной группе он найдёт свой возрастной и так далее. А если ты попадаешь вот в сад, где уже оформлены отношения между детьми, между всеми, он попадает в готовый уже, готовый коллектив, там ему надо, да, и за место под солнцем побороться, и где-то выйти там, да, за что-то там, не знаю, побороться, наверное, действительно. Ну, то есть ему сложнее здесь, конечно. Лучше вовремя всё это делать. В таком случае мы могли бы резюмировать, что мы рекомендуем нашим зрителям отправлять детей в детский сад, делать это своевременно, и постараться максимально, сделать это максимально аккуратно, комфортно, поэтапно, подготовив ребёнка, да, и радостно, что тоже немаловажно. Положительная эмоция всегда. Вы знаете, я, конечно, ну, вы меня пригласили в качестве эксперта, я, конечно, не на все вопросы знаю ответы. Ну, тут очень важна я тоже, точно и про себя тоже знаю, важна ещё и ваша интуиция, когда вы просто чувствуете, что вот ребёнок сейчас вот ещё точно не может, а вот через месяц он уже сможет. И вот старайтесь всё-таки, конечно, вот угадывать вот эти вещи, как это сделать. Нет рецепта, конечно, готового ни у кого. Но есть всё-таки какие-то... Инстинкты, интуиция. Научно выверенные данные, что к трём годам формируются определённые навыки, он же может это делать. Поэтому, если это возможно, чем раньше он туда попадёт, тем лучше. Вот. Ну, я ещё знаю, знаете, несколько случаев, когда ребёнок так часто болеет, что его забирают из сада. А, да. Вот, это тоже же причина. Когда он просто не вылезает из болячек. Вот и всё. У него, значит, все возможные болезни, которые можно зацепить. Просто первое время не надо нервничать. Очень часто родители именно вот в эти первые месяцы не выдерживают вот этого ужаса. Потому что повёл на неделю, опять заболел, снова на неделю, опять заболел. Без конца. А ты уже работаешь, например. Уже... Это ужас. Это если есть бабушка, дедушка, чудесно. А если нет, тогда вот тут, конечно, значит, нервы сдают у всех. Поэтому ребёнка очень часто просто забирают, няню нанимают, няня там ходит, гуляет с ребёнком и так далее. Что очень хорошо, но там нет социализации. Да. Вот. В общем, к этому периоду адаптации тоже надо быть готовым. От себя, взрослых, всех взрослых, когда вдруг со слезами, как на фронт провожают ребёнка в детский. Все семьёй. Бабушки, дедушки, все плачут. Как он там плачет, потому что не может... Елена Владимировна, раз вы затронули вопрос бабушек и дедушек, расскажите, пожалуйста, бабушки и дедушки, они... Они бабушки и дедушки. Да. Первые роли у папы с мамой. Всё. Папа и мама. Как бы им тоже прийти к консенсусу, если папа думает одним образом насчёт детского садика, в следующем дедушки с бабушкой имеют альтернативную точку зрения, а соседи так вообще хотят на этом всём поставить резолюцию. Что делать? Ну, договариваться больше нет варианта. Никакого, просто никакого. Все вместе. Если вы поймёте, что нужна одна линия воспитания ребёнка, какая-то общая, выверенная в семье, ну, всё тогда будет в порядке. А так просто получите ребёнка, который будет всеми манипулировать. Спасибо большое за роль эксперта здесь. Это очень сложно, честно говоря. Я просто бабушка, у которой есть какой-то опыт... А мы просто мамы. А мы просто мамы. У которой есть какой-то опыт, да, и внуки в этом возрасте. Угу. Да. Нас смотрят такие же просто бабушки и просто мамы, и мы надеемся, что наша дискуссия сегодня была им полезна. Друзья, у нас в студии новый гость Рустам Аншба, специалист по образованию ЮНИСЕФ. Рустам, добро пожаловать. Здравствуй, Марта. Рустам, прежде чем ты появился в нашей студии, мы с гостями обсуждали вопрос готовности ребёнка к детскому садику, необходимости отправлять детей в детский сад. Но с тобой мне бы хотелось ещё обсудить такую важную тему, как кроме детского сада у нас сейчас в Абхазии есть очень много, большой выбор детских учреждений, образовательных, которые также помогают детям развиваться. И выбор довольно широкий. Я бы хотела узнать твою точку зрения на этот счёт. В какой момент, с какого возраста детей стоит отправлять на эти дополнительные занятия, и как родителям найти вот эту точку, баланс, когда не переборщить с этими занятиями, то есть можно и сад, и ещё куда-то дополнительно вводить детей, не перегрузить. И хотелось бы услышать на этот счёт твоё компетентное в этом плане мнение. Спасибо большое, Марта. Спасибо за вопрос. На самом деле, тема подготовки ребёнка к школе это довольно-таки сложная, объёмная тема, и последние исследования, которые мировые проходят в этой сфере, они показывают ту важность, которую родители должны уделять непосредственно вот этому этапу формирования, представления о мире и формирования определённых навыков у ребёнка. Но если мы посмотрим глобально, какие сегодня тенденции, в частности, если мы возьмём азиатскую систему образования, которая очень всегда считается эффективной, особенно в техническом направлении, мы видим последние исследования ПИЗа, это вот международная система оценивания успеваемости учеников, показывает, что азиатские модели получают самые высокие рейтинги. Но при этом, если мы начнём смотреть дальше на социальную составляющую, мы тут замечаем, что, в частности, вот Китай огромное внимание уделяет очень раннему академическому развитию, то есть дети с самого раннего возраста попадают в академическую среду, где они учатся. Это приводит к очень хорошим результатам академическим, но при этом, когда мы говорим о счастье и радости ребёнка, о когнитивных каких-то элементах, этого там не присутствует. Поэтому, мне кажется, когда любой родитель принимает решение, если он хочет отправить своего ребёнка на дополнительные занятия, он должен понимать, что вот этот период игры, то есть ребёнок, должен насладиться детством. То есть это очень важный элемент, и поэтому я... Тут очень тоже много же моментов, которые связаны с благосостоянием семьи, потому что частные занятия, очень часто они довольно-таки затратны для семейного бюджета. Я считаю, что это очень хорошо было бы, но родители должны чётко понимать, зачем они это делают, если у ребёнка есть какие-то направления, которые хотелось бы развивать. Там очень часто сейчас моторика, потому что все, на самом деле, если опять же вернуться к каким-то исследованиям международным, они показывают, что есть два направления, где больше всего результат приходит. это направление коммуникации и математические направления, потому что эти навыки, они помогают ребёнку дальше развиваться. Если мы, допустим, с детства родители будут уделять большое внимание ребёнку, развивать его коммуникативные навыки, это дальше ему тоже на протяжении всей жизни будет эффективно, как бы, будет пользу приносить. Рустам, если я тебя правильно поняла, то ты предлагаешь дифференцировать. Навыки, понимание того, что это красное, это красное, это прекрасно, там кубик, он выглядит так, но есть ещё другая составляющая детского развития и образования, это именно эмоционально. И вот детей гораздо важнее, правильно я тебя понимаю, подготовить именно эмоционально, то есть ты призываешь наших родителей больше уделять внимание не только академическим, то есть старая модель, она фокусировала наше внимание на том, что ребёнок должен научиться читать, научиться считать, к какому-то возрасту, если он в 5 лет не умеет складывать цифры, всё, плохо, то ты говоришь о том, что к 5 годам лучше, чтобы он был зрелый эмоционально, а, допустим, научиться считать, это уже можно делать и позже. Считать, возможно, было бы хорошо, если родители играют, потому что основа математической грамотности, она пригодится и дальше, то есть игра условно там в магазин покупки, это очень полезно, но тут тоже методология, как это преподносится, где это не просто там навыки, ты должен определённым образом знать, а ребёнок самостоятельно понимает, то есть вот мой весь посыл, это то, что мы делаем упор на когнитивном восприятии, потому что если ребёнок понимает когнитивно строение мира, условно окружающее вокруг, как функционируют вещи вокруг него, это намного, он получает навыки, которые с ним остаются на всю жизнь, и которые он может в любой язык перевести, он может использовать в любом академическом дальше предмете, который он будет изучать. То есть мой посыл сегодня, то, что мы не должны просто смотреть. Очень часто я тоже с этим сталкиваюсь, когда я вижу программы, где очень интересные методологии расписаны, и родители кидаются на это, потому что это действительно, каждый родитель хочет для своего ребёнка лучшее. Но по факту очень много зависит от того, может лучше сделать поменьше, но при этом, чтобы была более эффективная модель, когда упор делал на построение взаимоотношений, потому что ребёнок, как было уже тоже отмечено, ребёнок, если не попадает в детский сад, и он не общается с детьми вокруг, очень сложно ему в школу попасть, потому что наша школьная система, да и не только наша школьная система, большинство школьных систем мира построены таким образом, где сразу же идёт элемент оценивания, появляется элемент конкуренции. И не всегда у учителя есть возможность полноценно уделить то необходимое внимание, которое ребёнок требует. Это не потому, что учитель не готов, а просто система функционирует таким образом, когда нету этой возможности. И поэтому главный мой посыл к твоему вопросу, возвращаясь, если мы говорим о каком-то дополнительном развитии, я бы сфокусировал своё внимание непосредственно на двух вот этих направлениях. Это когнитивное развитие, которое связано больше с эмоциональными такими навыками, и какие-то основы математической грамотности или финансовой грамотности, где мы не смотрим, что ребёнок там условно... Таблицу, знаете, от одного до десяти считает, или таблицу умножения знает, а непосредственно как он это понимает и как он это использует в каждодневном своём общении. Рустам, ещё один важный вопрос. Именно для нашего общества у нас дети, семьи, как правило, мы говорим на нескольких языках, мы параллельно стараемся учить детей нескольким языкам. Скажи, в чём плюсы, в чём минусы, нужно ли детей там кто-то с трёх лет начинает помимо абхазского и русского ещё, допустим, добавлять английский. Как ты считаешь это правильно, своевременно или лучше воздержаться и, допустим, позже этим заняться? Вот какая твоя рекомендация? Спасибо за вопрос. На самом деле для нашего общества это, наверное, очень актуальный момент, потому что мы по тому, как мы живём, что нас окружает, кто вокруг нас находится, мы в большинстве своём билингвальны. То есть мы говорим с детства или слышим два языка, которые вокруг нас находятся, как минимум два языка. И очень часто, я вот разобью этот вопрос на несколько моментов. Первый, это то, что очень часто родители почему-то выбирают один язык и фокусируются на этом, хотя это считается очень неэффективной моделью, если мы говорим, опять же, о развитии когнитивного, потому что ребёнок будет билингвальным, то есть говорить на двух языках, только если вокруг него постоянно говорят на этих языках. То есть когда мы говорим, в частности, вот я говорю на русском, абхазском, русский я говорю первым, потому что в моей семье говорили на русском, когда я рос, потом появился абхазский, и английский, который я уже позже выучил. Для меня, я билингвален, получается, но для меня, я, может быть, уже трилингвален, потому что я спокойно на третьем тоже говорю, но всё-таки два, которые повлияли на моё развитие, потому что когда ребёнок билингвален, у него развивается по-другому немножко строение мозга, и это действительно очень эффективно в дальнейшем, потому что он адаптируется, хорошо переводит автоматизированно, и это приводит к тому, что определённым образом изменяются нейроны в нашем мозге. Но вот третий язык, он получается всё-таки не родным языком, так как я его выучил позже. И сегодняшнее, очень часто мы сталкиваемся с таким понятием, что вот ребёнок как губка, он всё в детстве впитывает. Действительно, это правда, но когда мы говорим о языках, это не всегда так происходит, потому что билингвализм, это когда один из родителей, скажем, у нас очень часто в семьях, или отец, или мать, говорят на абхазском языке, а вокруг все говорят на русском, и многие просто отказываются. Они говорят, нам легче, если мы будем говорить только на одном языке. А это на самом деле не очень правильно, потому что если отец или мать будут говорить с ребёнком только на абхазском, один из них, а другие будут говорить на русском, то ребёнок как усвоит абхазский, он так и усвоит русский. Потому что это ребёнок, он очень часто, есть же такие примеры, когда дети из смешанных семей, они говорят на одном языке родителя, на втором языке другого родителя, а живут в среде, которая совсем другая. И получается, что родители не говорят на языке среды, но ребёнок язык среды хорошо изучает. И ещё очень интересное исследование показывают, в частности, вот в стране Басков, это часть Испании, там сейчас модель обучения, где дети не учат испанский язык, они учат басковский язык, находятся в этой среде, параллельно начинают учить английский, и они лучше, чем дети, которые изучают испанский, сдают экзамены по испанскому языку. То есть мозг формируется таким образом, что дети легче схватывают эти данные. И поэтому я считаю, что если опять же возвращаться к какому-то совету, я бы всё-таки предложил родителям постараться с ребёнком говорить на языке, который один из родителей говорит на одном языке, другой говорит на другом. И таким образом у ребёнка действительно развьётся билингвализм, который приводит к огромным позитивным результатам, когнитивным. Это также в будущем очень хорошо получается, потому что изучение третьего языка тоже очень интересно с этим связано, потому что ребёнок знает определённые навыки. То есть ты учишься считать один раз. Это навык, который связан... Ты можешь использовать в любом языке. Ты учишься читать один раз. Да, грамматика отличается, но при этом ты определённые вещи лучше понимаешь. И на самом деле изучение третьего языка, третьего, четвёртого и последующих языков в осознанном возрасте, оперируя на те знания, которые ребёнок уже усвоил, намного эффективней. И поэтому сегодня очень много внимания уделяется билингвальным и многоязычным моделям обучения, потому что они действительно приносят больше эффективность, доказали свою эффективность, приносят лучшие результаты. И когда мы говорим о системе, мы также должны понимать о том, какие финансовые вложения это требует. И да, билингвальная или многоязычная система на начальном этапе может быть более затратной финансово, но при этом на выходе она приносит намного больше результатов. Дорогие друзья, в нашей студии новый эксперт. Позвольте представить вам международного специалиста по образованию ЮНИСЕФ Анну Голубеву. Анна выходит с нами на связь, на прямую связь из Эстонии. Анна, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как в Эстонии готовят родители детей к детскому саду, как устроено дошкольное образование в Эстонии. И расскажите о специфике именно, которая в вашей стране. Вот вы как раз сейчас сказали по поводу работы с родителями. У нас есть очень интересная форма работы с родителями, такая как развивающая беседа. Если говорить о форме такой, как родительские собрания, они у нас давно уже носят такой чисто организационный характер. Да, например, мы продумываем, как будет обеспечено дополнительное образование для детей, какие будут экскурсии на весь год, да, и какие-то организационные моменты. А вот то, что касается уже непосредственно каждого отдельного ребенка, то вот такая беседа с родителями проходит именно в формате развивающей беседы. Это означает, что в течение года как минимум один раз педагоги группы, и плюс на эту развивающую беседу родитель может позвать и других сотрудников детского сада. Например, я как родитель имею право пригласить заведующую детского сада или завуча детского сада. Или я хочу встретиться с логопедом, если мой ребенок получает логопедическую помощь. То есть выбирается удобное время для родителя, для педагогов. Педагоги обычно согласовывают время, это проводится у нас обычно весной, и родитель приглашается, и где-то в течение часа проводится целенаправленно в таком доброжелательном главной тоне беседа. Педагоги спрашивают, как ребенок, на что можно обратить внимание в поведении ребенка дома, на что они обратили внимание в поведении ребенка в детском саду. Например, если есть то, на чем стоит поработать в поведении ребенка и дома в детском саду, мы можем согласиться, например, какие у нас будут цели на ближайшие полгода, на ближайший год. Как правило, развивающая беседа проводится один раз в год, но при необходимости ее можно провести и два раза в год. Это, знаете, такой очень хороший формат. Во-первых, это такое достаточно всегда в дружеском тоне общение. Нет такого, вот ваш ребенок или еще что-то. То есть это именно диалог, и родитель может задать все свои вопросы. И опять же, педагоги могут уточнить у родителя, как ребенок ведет себя дома, какие у него интересы и так далее, и так далее. Мне кажется, вот этот формат очень помогает именно сотрудничеству между детским садом и сотрудничеству между семьей. А если говорить о том, как у нас построено развитие ребенка внутри, так скажем, той же самой подготовки к школе, к школе у нас есть документ, рамочный документ, называется государственная программа для детского учебного, детского дошкольного заведения. И у нас идет развитие ребенка по семи областям развития. Да, это язык и речь, то есть развитие ребенка на его первом языке. Это эстонский язык как второй, потому что у нас государственный язык это эстонский, но дети изучают эстонский язык как второй язык. Это математика, это я и среда, я думаю, это можно приравнять как я и окружающий мир. Это музыка, или это движение, или физкультура, и это искусство. И в принципе, ребенок считается готовым к школе, если при окончании детского сада и все так называемые ожидаемые результаты развития, которые в этом документе указаны, ребенок выполнил. И именно к возрасту шести-семи лет, в принципе, на школу дети идут, как правило, в семь лет, потому что детей не проверяют на достижение этих результатов раньше, для того, чтобы у каждого ребенка была возможность развиваться именно в своем темпе. Это очень интересно для нас, иного, потому что наша система, она, скажем так, отличается от того, что вы обозначили. И я считаю, что это очень положительный момент был озвучен, и возможно, нам тоже имеет смысл на вооружение. Вот эта настройка родителей и педагогов, родителей и воспитателей, это очень положительный момент. Мне кажется, это очень правильно своевременно встречаться, иметь возможность получить информацию от воспитателей. она у нас тоже имеет место быть, да, вот эта вот встреча, но она носит не такой формальный характер, совершенно иначе происходит, но, может быть, это имело бы смысл, да, вот формализировать эти встречи. Я бы вот, на чем хотела бы наше внимание сфокусировать, это вот вы проговорили, что, в принципе, в детский сад у вас дети идут в полтора года, в ясенную группу. То есть мы сейчас, прежде чем вы, как эксперт, появились в нашей студии, мы с другими нашими местными экспертами обсуждали вопрос вот готовности в три года. То есть у нас дети идут в детский сад в три года, и мы говорили, что кто-то в три года готов, кто-то в три года не готов, там кто-то позже. Вот у вас дети идут в садик в полтора года. Расскажите, как происходит вот эта адаптация, дети еще маленькие, может это еще лучше, когда они менее привязаны к своим родителям. В чем плюсы, скажем так, того, что дети попадают в детский сад раньше? Очень ориентирована на ребенка. И понимаете, даже если у моего ребенка спросить, что он делал в детском саду, первое, что он скажет, играл. И при этом все, что у нас происходит в детском саду, происходит через игру, и у нас даже в нашем документе, который я уже упомянула, написано, что игра это главный принцип обучения и развития ребенка. То есть, где-то неделя, полторы недели проходит такой адаптационный период. И потом, понимаете, у нас, наверное, потому что все дети приходят в полтора года в детский сад, абсолютно спокойно проходит и как часть приучения к детскому саду, например, приучения к горшку, абсолютно спокойно относится к детскому саду то, что там дети приходят в детский сад в пантерсах, мамы приносят эти пантерсы, да, то есть, нет такого, знаете, какого-то списка требований, которые ребенок должен, что он должен уметь делать для того, чтобы прийти в детский сад. Да, там, например, хорошо, ребенок умеет есть самостоятельно. Если ребенок еще вполне самостоятельно есть не умеет, понятно, что он никогда не останется голодным, его обязательно подкормят, накормят, то есть, на это рассчитано, потому что на это рассчитано и количество детей в ясельной группе. Спасибо, Анна, большое спасибо, что вы нашли время для нас. Напомню нашим зрителям, что Анна в прямом эфире, прямо сейчас с нами на связи из Эстонии, и Анна поделилась опытом, который есть у нее, личным опытом, и о том, как устроена система дошкольного образования в других странах. Рустам, вот мы пообщались с Анной сегодня, Анна очень много важных, интересных обозначила моментов, в каких-то у нас есть очень много общего в чем-то, в чем-то мы действительно, я бы, наверное, сказала, что мы просто отстаем. Что бы ты сказал по поводу того, что ты услышал? На самом деле очень интересно всегда слышать опыт иностранных коллег, видеть, какой процесс налажен, какие сложности, с которыми они тоже сталкивались. Дело в том, что мы сегодня видим определенный результат. Эстония была не просто, наверное, сегодня тоже выбрана. Эстония является одним из лидеров системы образования в Европе. Последние исследования ПИЗа тоже это показывают. И, ну, мне кажется, очень интересный пример Эстонии для нас особенно, потому что, как мы знаем, у нас была общая система образования в советское время, эстонский пример, он очень интересен тем, что многие элементы, которые были присущи и эффективны в советской системе, они были сохранены и дополнены какими-то другими аспектами, которые отвечают современному времени. Дорогие зрители, напоминаю вам о том, что у вас есть возможность задавать нам волнующие вас вопросы в комментариях в наших социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Спасибо и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова